К сожалению, никаких специальных докладов, потому что не было в программе, это не только слайды из другого сообщения, так что я такую-то часть буду прочитывать, прошу прощения, но в целом я сосредоточусь именно на проекте КОКОКО, который расшифровывает setup collocations, collocations, collo-structions или constructions, тут мы сами не знаем, насколько термин колостракции, мы по-русски тоже не имеем. В общем, понятно, о чем я отвечу, о том, что мы каким-то образом выделяем и лексическую, и грамматическую сочетаемость, и комплекс лексико-грамматическую сочетаемость. В частности, мы можем сказать, что после предлога до идет родительный падеж, мы это можем знать, после сочетания не до идет не просто родительный, а еще второй родительный, и не просто второй родительный, а еще и в очень жестко лексически ограниченном наборе слов, типа не до жиру, не до смеху и так далее, то есть не каждое существительное туда попадает. В обороте, как х на сковородке, тоже довольно ограниченный лексический и грамматический набор параметров, которые мы пытаемся определить. Наше исследование является полностью corpus driven, то есть мы полностью обращаемся к материалу, к корпусному, мы не вкладываем туда теорию заранее, у нас есть некоторый логарифм, который онлайн производит расчеты, и наша задача заключается не в том, чтобы предложить теорию и разметить каким-то образом корпус, а наоборот, взять этот алгоритм, который сам будет размечать данные, если он это делает успешно, то этот подход более или менее подходящий. Для этого мы используем несколько корпусов, я думаю, все они вам известны, включая последний корпус тайга большой, 400 миллионов, который создан Олей Лишевской и ее студентами в высшей школе экономики. Мы используем все эти данные для того, чтобы провести довольно сложную сеть операций. То, что мы делаем, такой каскад процедур, и я остановлюсь после этой общей картины на каждой из этих этапов. Значит, у нас есть некоторый набор шаблонов, который выдается на N-граммы, от B-грамм до 5-грамм, то есть довольно длинный ряд цепочек, можно искать, в которых мы ищем и ранжируем стабильные категории, категории в лексическом смысле, в самом широком смысле, то есть туда входят и, собственно, грамматические, морфологические категории типа падеж или род, и точно так же лексические категории лемма или токена. Потом мы пытаемся определить, что из этого самое стабильное в определенной линейной цепочке, и в результате система выдает ответы, в общем, на три вопроса. Есть ли какие-то стабильные лексемы или токены после этого слова или этой цепочки слов? Есть ли какие-то стабильные морфологические параметры после этой цепочки слов? Есть ли какие-то лексико-семантические, под которыми мы понимаем грамматику и некоторый лексический класс? Не просто какую-то конкретную лему или токена, а целый лексический класс. Я расскажу о каждом из этих этапов. Часть будет довольно быстро, потому что это довольно известный метод, а на последнем остановлюсь, может быть, немного подробнее. Значит, как мы выделяем коллегации против грамматических шаблонов? Это довольно простая идея, которая заключается в том, что мы сравниваем частоту токена в определенном шаблоне с частотой этого же токена по всему корпусу. Это простая идея. То есть, я не знаю, кажется, вы не видите ничего, да, для предлога «вы», вам не видно. Вам нужно будет поверить, что здесь есть еще один столбик, который показывает, что... Да, который показывает, что... Давайте сначала с темной, с того, что вы видите, а потом вам придется включить воображение. Значит, то, что вы видите на экране, это распределение падежей для существительных во всем корпусе. Здесь, в общем, нет ничего неожиданного. Именительный на первое место, родительный на втором, акузатив и так далее. Вы видите, довольно ожидаемое, понятное распределение падежей существительных. Но если бы вы видели, что там для другим столбик, а серым цветом нарисовано, вы бы заметили, и вам придется вовремя сейчас представить, что для акузатива столбик после предлога «в», вот там предлога «в», гораздо выше, в два раза выше, чем акузатив без неограниченным предлогом «в». Для локатива столбик примерно в 10 раз выше, чем то, что вы видите здесь на экране. Это очень простая мысль. Даже если вы не видите, она сводится к тому, что после предлога «в», падеж акузатив и падеж локатив используются гораздо чаще, чем вообще распределены по корпусу. И наша задача взять это распределение падежей, которое вы видите на экране, и сравнить его с другим распределением падежей после запроса, который вы не видите на экране, и для этого мы используем некоторые процедуры. Другой говоря, наша задача — поймать эту разницу между употреблением акузатива в корпусе и ее употреблением акузатива после конкретного шаблона. Для этого мы используем, в принципе, довольно известную меру диригенцию Кульбака-Лейблера, которая, в принципе, хорошо себя зарекомендовала, и позволяет, например, определить, что, опять-таки, вы не видите все, но здесь слайд про то же самое, но распределение родов мужского и женского и среднего и общего в корпусе, то, что вы видите, и после предлогового, то, что вы не видите. Но, в принципе, опять-таки, поверьте мне, что там разница гораздо более менее выраженная, и, собственно, КЛД, то есть Кульбак-Лейблера, позволяет эту разницу поймать и сказать, что в этом случае, собственно говоря, распределение рода после В примерно соответствует распределению в корпусе, то есть не является выдающимся значимым, а в предыдущем случае, вот в этом, разница падежей между в корпусе и после предлога В существенно отличаются друг от друга, и, соответственно, можно делать вывод о том, что после предлога В идет такой за тип, и выкатив не такая большая, прямо скажем, на пол. Но мы делаем это автоматически, и там есть некоторые более сложные случаи, про которые я сейчас не буду рассказывать. Лучше расскажу о том, что мы делаем пост. Следующий шаг рассказывает выделение, и следующий шаг, на котором мы останавливаемся, выделение по локации, то есть фактически, у меня это просто токенов, которые идут после шаблона. И здесь, кажется, вообще ничего нового мы не делаем. Есть стандартный набор методов, которые мы проверили, и вот я делаю ссылку на нашу статью 17 года, вот эти методы, которые довольно много были оценены и по отношению словами, и по отношению к экспертной оценке, мы вот такую картинку составили, где видно, что некоторые меры выделения по локации, но это стандартные там лок-лаклихуд, тискорд, аэс, ма и выровненная или нормализованная крикпинсерейша, то есть соотношение частот. Вы видите, что некоторые довольно смещательно пересекаются, и списки, например, тискорд и лок-лаклихуд совпадают на 83%, то есть в принципе это почти одно и то же. И можно, в общем, более-менее использовать одну меру или другую. Но мы сделали это для того, чтобы взять меры, которые выделяют разные типы локаций. Мы знаем, что в этом смысле DICE резко противопоставлен, нет, извините, MI резко противопоставлен лок-лаклихуду, их пересечение всего 66%, при том, что каждая мера выделяет довольно существенно и действительно важные локации. И мы, в принципе, знаем, что одна из них больше нацелена на общие заговоры, типа в течение, в продолжение и так далее, а вторая мера хорошо выделяет термины, типа, я не знаю, Российская Федерация или Александра Пушкина. И получается, что общий список локаций на самом деле хорошо составляется, если мы берем эти две меры, накладываем списки друг на друга и выдаем некоторый обобщенный результат. Мы это называем кумулятивный ранг, то есть мы ранжируем, естественно, в одной мере, ранжируем в другой мере, потом ранги суммируем и победитель по сумме рангов входит в наш итоговый список. Это позволяет нам учесть и общие заговоры колокации, и более терминологичные, которые специфичны для определенного техника. Значит, это то, что мы делаем с колокацией. Дальше конструкция. Представьте, что у нас уже есть информация о том, какие грамматические параметры являются важными для конкретного паттерна. Мы знаем, что после В идет оккузатель. И мы знаем, какие токены идут после В. Это мы определили с помощью вот этих мер, про которые я написал. Почему бы теперь не совместить эти два результата и не посмотреть, а группируются ли эти токены в определенные семантические классы, следящие определенному грамматическому шаблону. Грубо говоря, можем ли мы ожидать, что после предлога В идут существительные классы локализации в лесу, в кабинете, в комнате и так далее. У нас есть готовый материал. Что нужно делать для этого? Список токенов, которые извлечены на предыдущую матку, подвергаются стандартному анализу с помощью методов дистрибутивной семантики. Методы, которые я, наверное, как и сегодня не буду, этот слайд я быстренько пролистаю, потому что идея его понятна. Мы с помощью векторов, с помощью... О-о-о, вам опять придется не поверить, что с помощью векторов мы, в общем прямой, может быть, этот слайд тогда придется вернуться к нему, потому что он хотя бы виден, да? Понятно, что слово семантика, слово область, это дистрибутивная лингвистика, встречается в контекстах очень с разной частотностью. Например, семантика и область не то чтобы часто встречаются друг с другом, они на самом деле довольно разнородные, встречаются в разных, независимых друг от друга контекстах. А семантика и лингвистика встречаются друг с другом довольно часто. Может быть, не в контексте буквально слова, идущие друг за другом, но в каком-то более отдаленном контексте семантика и лингвистика встречаются гораздо чаще, чем семантика и область. Это позволяет, собственно, определить разницу или семантические вектора, как говорит эта методика, между словами семантика и лингвистика и семантика и область. И посчитать. Мы имеем цифры, которые говорят нам... Собственно, мы считаем вот этот вектор, на самом деле, вот это костинусное расстояние, так называемое, то есть это чисто простая, арифметическая или геометрическая наградация. Мы получаем результат, который вы не видите, но, поверьте мне, мы можем каждому слову определить список его ближайших соседей. Список его ближайших соседей. Ну и следующая идея понятна. Если мы знаем, какие источники распределены близко друг другу симметически. Если мы знаем, какая мифология используется в этом паттерне, мы можем совместить эти два результата и получить сведения о том, как все это работает. То есть получить сведения о конструкции. В итоге наша система выдает вот такого рода результаты. Для паттерна до плюс существительное мы предсказываем, что самый стабильный грамматический параметр это падеж, потому что их самое стабильное значение внутри поддержает родительный грамматический параметр. Понятный простой пример. Дальше самые стабильные токены после до, это до конца, до слез до фига, ну там некоторые другие. И дальше список вот этих токенов довольно большой, там может быть сотня, две сотни слов. Но складывая первое и второе, мы можем сказать, что список токенов группируется в некоторые кластеры, в некоторые семантические группы. Например, до утра, до вечера, это один класс, который мы можем выделить. До колена, до пояса, другой класс, который мы можем выделить. Таким образом, система позволяет ответить на вопрос, где есть ли там то, что называется коллострукция, извините, или просто конструкция, если это прилично. Я не знаю, какой терминчик удобнее произносить. Система работает вот таким образом. Оказательно, вам не видно, насколько это все красиво. Но, во всяком случае, вы видите адрес, да, адрес существует, можно, в принципе, на этот адрес пойти и посмотреть. Существует два интерфейса к этому, к этому сервису. Один расширенный, который показывает вообще все цифры. Вы получите все результаты распределения бульба-коляблера, вы получите все результаты по всем коллокационным мерам, которые вы видите. И вы получите все семантические кластеры, которые вы смогли выделить, с помощью метода, которые я описал. Но для студентов, особенно для студентов-иностранцев, если есть те, кто преподает РКИ, для таких студентов мы предлагаем упрощенный интерфейс, который довольно простой результат дает. Вот тут вам не видно, но для навещения вслепую, в левом контексте, он говорит, что самые частотные слова печатать, набирать, двигаться, действовать, играть, идти, которые группируются в кластеры, двигаться, идти, ну, печатать, набирать и действовать, ни в какой кластер не группируется, остается как некоторое отдельное уникальное употребление. Я думаю, что у меня есть еще время, да, поэтому я позволю себе на последнем слайде вернуться к той теме лекции, которую я читал, собственно, слайды, приготовленные к той лекции, и немножко поспекулировать на вот эту тему. Собственно, вчера, да и на самом деле неоднократно, довольно часто слышу утверждение о том, что корпусная лингвистика дает только примеры. В принципе, корпусная лингвистика – это отличные корпуса, это отличный источник примеров. И это правда, мы все пользуемся корпусами, чтобы найти примеры. Но мне кажется, не только мне, что корпусная лингвистика этим не ограничивается, и у нее есть вполне понятный вклад в теорию языка. Во всяком случае, мы можем начинать обсуждать вклад корпусной лингвистики в теорию языка. Вряд ли мы можем говорить о том, что корпусная лингвистика представляет или предлагает какую-то новую альтернативную теорию, но мы точно можем говорить, что некоторые фундаментальные вещи, которые станут основой новой теории, корпусная лингвистика, естественно, формулирует. И это нас приводит к вопросу о том, существует язык, я к этому вернусь буквально через 2 минуты. Сначала о том, что корпусная лингвистика предлагает общая теория языка. Джон Синклер сформулировал давно, в 1991 году, вот его знаменитый Ильян Принципл, который в общем гласит следующее. В принципе, мы можем подвергать анализу единицу, ну в общем-то любую единицу, мы можем выделять синтаптические группы, мы можем связи выделять, но оказывается, что очень многие единицы хранятся уже в полуготовом виде, и в общем психолингвистика подтверждает, что они хранятся в полуготовом виде. То есть идея трансформационной грамматики о том, что мы каждый раз с нуля генерим, производим любое предложение, в общем в корпусной лингвистике и добавку психолингвистики подвергается сомнению. Оказывается, множество полуготовых единиц уже заранее сформировано. Даже если лингвист может их проанализировать и разложить на составляющие, они на самом деле хранятся отдельно в том виде, в котором мы можем брать для изготовления. Это и есть принцип региона. Вот этих идиоматических единиц, готовых к употреблению, оказывается гораздо больше, чем мы себе думали. То есть это совсем не тот самый толстый фразеологический словарь, гораздо больше, чем их содержится в самом плоском словаре. Это первая идея. Вторая идея сформулирована опять-таки в последней книжке Джона Финкера и написанной с автором Тюссе Анной Мауэром. А в принципе, речь имеет линейный характер. Это довольно простая идея. Звуковая, письменная, так или иначе, мы строим высказывание от точки А к точке С, например. И в этом линейном характере речи есть определенные зависимости. Сказав А, мы, скорее всего, скажем Б. Скорее всего, определив первый элемент нашей фразы, мы ограничиваем набор единиц, которые встанут после него. Сказав два элемента, мы ограничим выбор третьих элементов. Прекрасный пример, предлог до, который существенно ограничивает, например, части речи после до, может быть, в нормальном случае, либо прилагательное, которое там управляет существительным, либо, собственно, существительное. То есть, сказав до, мы почти наполовину ограничиваем, или больше, чем наполовину, ограничиваем выбор следующего элемента. Сказав не до, мы еще жестче ограничиваем. Мы даже в том списке существительных выбираем всего несколько, может быть, десяток существительных в очень конкретной форме. После не до невозможно сказать ничего, кроме довольно короткого списка существительных в родительном или, вероятно, во втором родительном. Типа не до смеху, не до смеха. У нас, в общем, там выбор небольшой. И, собственно, вот эта линейная структура речи, которую раньше нельзя было изучать, потому что не было данных. Теперь мы можем устанавливать эти закономерности. И вот сервис, который мы предлагаем, один из примеров того, что мы можем изучать теперь. И это, собственно, подводит на этот вопрос, а где тут язык? Что, собственно, изучает КОКОКО? Что, собственно, представляет КОКОКО? И третье, что дает корпусная лингвистика. Ну, это как раз не только корпусная лингвистика, но и более теоретически ориентированные направления, типа конспракшн грамма, и что-то такое. Мы, в общем, убедились, что границ между уровнями, вот это классическое структуралистское представление о языковом уровне, в общем, разваливается. Представление о том, что в гислонен откроются морфемы, морфемы, лексемы или слабоформы и так далее, оказывается не совсем соответствует действительности, потому что, на самом деле, бездна единиц, которые одновременно являются емонами. Синтаксическими и лексически связанными, и грамматически связанными, в этом смысле определить их место в структуре вот этой уровневой просто не представляется возможным. Они отработают сразу на всех уровнях. И мы подходим, собственно, к вопросу, существует ли язык. Мы в традиционной лингвистике, в такой соседовской лингвистике, привыкли думать, что у нас есть некоторая структура, некоторый набор правил, в помощи которых мы порождаем бесконечное количество речевых высказываний. Это то, что написано в наших учебниках по ведению языка знаний. Но оказывается, что это не так по многим причинам, включая те три главные, которые я перечислил. Во-первых, мы не порождаем все. Во-вторых, мы не порождаем структурно. Во-вторых, мы ограничены не только проригматически, но и синтроматически, потому что у нас есть ограничения на линейное продолжение. И оказывается, в этом представлении, пожалуй, стоит... Ну, я не хочу быть радикальным, а говорить, что языка не существует, иначе у нас не будет профессии с вами. Так что, пожалуй, язык существует, и мы по-прежнему лингвисты или языковеды. Но оказывается, что более адекватным описанием языка или вот этой коммуникативной системы будет не грамматика и лексикон отдельно, и вообще не книга как таковая, а некоторая база данных, в которой сразу прописаны и вероятности и правила, которые выполняются со стопроцентной вероятностью. Например, после «до» мы стопроцентно ожидаем родительной поддержки прилагательного или вещественного. С другой стороны, ровно в том же континууме есть правила, которые выполняются с вероятностью 50%, 70%, может быть, 0,5%. Но идея нового подхода заключается в том, что мы не противопоставляем языка речи. Мы говорим о том, что каждое правило может реализовываться с некоторой вероятностью. Ну, если хотите, можно назвать правила, реализующиеся с вероятностью 100% языком, но это не меняет сути. В любом случае, описание того, что мы используем для говорения, сводится к тому, что это некоторый набор трендов или тенденций, вероятностных моделей, скорее, чем правила и их реализация речевой деятельности. Ну вот, я не знаю, можно ли спекулировать об этом дальше, но, может быть, у нас будет больше времени, чтобы... Да, я готов, на самом деле. Давайте сначала поблагодарим.